Продолжение следует... Хочу очистить мой род, себя и моих детей от переброса кармы, программного уничтожения и также хочу еще в очередной раз заявить Вселенной и Творцу, что мой род выбирает Творца-Первоисточника, который руководствуется канами нашей светлой фрактальной Вселенной и все то, что связывает нас всех воедино. Некоторые аспекты, которые меня интересовали, как говорится, бадуют последние, скажем, несколько месяцев, я бы сказал, больше полгода. Первый, полностью окончательно хочу отказаться и очистить мою энергосферу от воздействия цельнозора, потому как чувствую его присутствие и нападки его программы помощников и также переброса кармы. Я давно отказался от него, ни разу его не смотрел, но попытки с его стороны до сих пор продолжаются. Хочу увидеть, на что он притягивается, какие зацепки программы, может, что-то я делаю не так. Вот, я отказываюсь от программы зацепок антимира, хочу вернуть назад мой потенциал и отдаю антимиру все то, что мне не принадлежит. Второе, 30 лет я поддерживал, доверял моему правительству, моей страны, то бишь США, выборе политики, по какому пути должен развиваться мир. И как якобы мы несем только позитив и только светлое будущее всему миру и согласию всему человечеству. Я действительно верил, то, что наши деньги, доброта и стремление помочь всем может поменять мир. Вот, я хочу поменять свое решение делать это, хочу забрать мой потенциал и вернуть карму всем, кто, кто виновен в этих макинациях. Я отказываюсь участвовать в каких-либо политических спорах, виновен, и оставляю мое мнение при себе. Также отказываюсь от переброса кармы и тех, кто виновен. Хочу узнать причину сильной боли в пояснице и устранить ее, так как уже почти три месяца я не могу с этим справиться. Кстати говоря, последние пару недель, вот после того нашего с тобой разговора, Вик, я стал себя чувствовать лучше. Значит, я был на правильном пути, после того, когда с тобой поговорил. Снится очень часто сон, что я участвую в боевых действиях. Повреждений никакого мне это не наносит, но каждый раз разная местность, другие участники. Бои очень интенсивные, но при этом я всегда выходил из них без каких-либо повреждений. Ну, что это значит? Хотел бы знать, что это значит в эфирном плане. Хочу очистить рабочую машину, мой летательный аппарат, все, что связано с моей деятельностью, работой и с моими полетами. Буду очень признателен. И, пятое, если останется время, то посмотрите, почему во сне мой родной отец часто стреляет в меня иглами. Иглами, стрелами, какие-то огненные шары в меня пускает. Иногда, очень часто они отлетают, и бывает, что они воткнутся, но потом отпадают. Но при этом чувствуется, что она остается целой. Что бы это значило? Все. Так, Иван, как зовут твое отца? Юрий. 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 Угу. Так, а в политической жизни разуверовал в их намерения счастливое будущее? Особенно в феврале месяце. Угу. Скажи, пожалуйста, а вот это, ты говорил, никогда не смотрел Цельнозора? С того момента, как мы прошли два сеанса назад, мы очистили меня от канала, от его воздействия, все дела. А ты вообще смотрел? А когда-то было, да, когда-то, да, там год назад, даже, ну, больше. Два? Года полтора. Полтора-два. Да, полтора-два года назад, Мак. А что-то делал? Там у них помощники были какие-то? Нет, нет. Нет, это понятно. Нет, 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 но чувствуется его, ну, не подпись, знаешь, его, я не знаю, как это пору сказать, а, ну, signature, то есть его вот, как он действует, вот, его вот эти вот подвохи, как он ко мне тогда в прошлый раз через Дональда вошел с его образом, и я там, ой, то есть да-да-да, я хотел с ним поговорить тогда, потому что мы тогда очень часто Дональда обсуждали в тот момент. И вот тогда я навернулся, когда у меня авария с вертолетом была, точнее, разбился, вот, ну, вот с тех пор я ноль, никак, его вообще не смотрел. И все, что с этим связано, другие пытались на меня насесть, ну, его, типа, которые, ну, по одному и тому же антимиру служат, эти другие каналы, я отказывался, я все возвращал назад. Вот, вот, я вот смотрю по вашим сеансам, то, что уже очень часто они, вот, по своим старым связям, по своим старым связям пытаются опять влезть там, где они должны быть. Использовал символ сильнодзора? Нет. Нет. Ну, не рисовал, не делал ничего, но... Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. На счет три? Найди в эфирном пространстве эфирное тело Ивана. Иван, один, два, три. Я его вижу. Энергосфера правильной формы, но вот здесь, с этой стороны, как будто бы что-то его вот так подцепило, черная энергия идет. Она здесь черная, и вот так как энергосфера вы так знаешь, уколола и подцепила, и она вот так здесь как-то и тянется в сектор магии, сектор интерферентов, и так как-то интересно, вот там черная, и вот вместо укола, а потом так оно как прозрачное становится, как ледяное, считывается программа воздействие, возмездие. Смотрю на него, а это искусственная, как такая оболочка, вот поэтому оно и задело его вот так, а он смотрит. Изнутри этой оболочки. Она как прозрачная такая пленка. Считывается искусственный материализм. Что-то идет за зацепка, за какие-то материальные, какой-то материализм, и вижу со стороны интерферентов, вот оно такие, как будто бы город с такими пиками острыми. И эти пики направлены в его сторону. Хорошо, Виктория. Давай считаем, эфирная ДНК, Иван Лето. О, да, это он, и вот я вижу его лицо внутри этой штуки, и он так преподает, как к окну к этой пленке, и так показывает на время. Ага, так, спроси у него разрешение, потрудиться с ним и для него. Да, он разрешает, но он не говорит, а просто машет голову. Потому что там вода внутри. Так, Виктория, считай, что это за оболочка такая. Оно считывается материалистическое мировоззрение, отсутствие духа. И это искусственная, это кто-то из сектора магии, из сектора интерферентов. А из сектора магии вот идет, как будто бы кто-то вот так, знаешь, раскручивает аркан, чтобы запросить, вот где принятие решений. Там есть как будто такой выступ, буквально как будто палочка какая-то стеклянная. И пытается вот так закинуть, вот здесь, чтобы задеть. Это выступ он где находится? В каком пространстве? Он тоже какой-то искусственный. Он находится между шестой и седьмой чакрой. И он вот так как-то дрожит. Он как шест какой-то, который проделал его пространство. И такие волны идут. Прям так как гудит чуть-чуть. Так, понятно. Так, Виктория, я хочу знать, чья это оболочка. Вот эта, которая, кто ее хозяин? Кто хозяин вот этой всей оболочки, я приказываю ему проявиться. Появляются какие-то, рассчитываются программы, которые находятся возле правой ноги, под ногами. И как бы соединяют сектор магии и сектор интерферентов. Такие они, похоже, как будто люди вышли на митинг белого цвета. И они вот так скандируют. Это мы, это мы. Политическая угроза. Что-то связано с политикой. Рассчитывается это как отцифровка сознания. Угу. Угу. Сознания. Так, Эктория, давай посмотрим, когда вот эта оболочка появилась у Ивана впервые в его пространстве. Пусть он покажет этот момент. Ну, я сразу услышала Дональд Трамп. Я вижу, он такой портрет его, как будто на бумажке напечатанный, в руки берет и вот так сюда повесил. Сейчас интересно, а что, а что его душа хочет на самом деле. Оно вот так считывается как вовлеченность в политическую жизнь общества. Угу. И сразу вот так, как противовес, идет такое свечение со стороны. Там как такое, знаешь, у него открыт фрактал к первоисточнику. И оттуда такой льется, ну, по-украински слышу лагерный. Вот. Вот. Это нежный свет. Он вот так и идет от первоисточника. И вот так. Потом какими-то капельками вот так рассыпается. Вот так нежно так. На эти все штуки, которые там скандируют. И эти, эта программа под ногами, вот это как будто бы люди вышли, она вот так просто теряет силу и исчезает. Угу. Не доходит эта энергия. Нет, эта светлая энергия буквально как будто бы растворяет вот эти политические программы. А считывается, что это материалистическое мировоззрение как противовес божественной истине. То есть я вижу, что есть силы добра и силы зла на земле. Ну, и сейчас я объясню как-то. И человек, ну, конечно, он сравнивает. Это хуже, это лучше. И выбирает из того, что он видит с физическими глазами. Что ему кажется лучше или что ему сказали, что это лучше. Но получается, что божественный источник, дух, истина божественная остаются вне внимания и теряется смысл. Угу. Угу. Так, а что хочет душа? Вот ты спрашивала, какое она хочет иметь отношение к этим политическим действиям. Я вижу, что его подсознание что-то берет вот с левой стороны, где сектор программ. Навязанных программ. Как будто бы такой человек там, как будто этот человек сделан мешок набит соломой. Так безвольно просто сидит. Такого коричневого цвета. Ну, вот эти программы принесения в жертву, фашизм, рабская психология. Вот это как такой человечек. И он его хочет отдать. Вот так снимает. Он здесь как будто сидит на лавочке на какой-то. Это чучело. И хочет выбросить в портал. А в портале я вижу, когда он это делает, там как будто вот кто-то спичку поджигает. И этот соломенный человек сгорает, а Иван поднимается вверх. Но там кто-то есть в секторе магии. Постоянно как бы следит за этим. Так, кто это следит постоянно в секторе магии, ему приказываю проявиться. Он буквально вот так показывает. Я тебя вижу. Угу. Так, проявляется он, Викторя. Так, прикажи еще раз. Еще раз приказываю в секторе магии тот, кто говорит, я тебя вижу. И ему я приказываю проявиться в соответствии с его эфирным ДНК. Так, когда я еще только говорил, Ваня, то я вот услышала этот звук такой искусственный. Знаешь, как голос делают, типа металлический, типа инопланетянина какого-то. И в таком шаре, как будто резьба какая-то, полоски такие, в этом шарике кто-то внутри. Я вижу, я раздвигаю границы, вот так как-то этого шарика. И вижу там такие маленькие-маленькие. Сразу обратила внимание на белую энергию. Как гипноз считывается моно. Ну, как всегда, вот так из грудной клетки выходит. Потому что Илья ее, вот эти духи его буквально поглотили. Она как будто бы ему в сердечную чакру вошла. Угу. И она белая, а он черный. Этот черномор Илья. И такие черные два глазика на таких проводках, вот так все высматривают. Интересно, это он написал письмо? Так, а что это за письмо? Кто-то написал письмо. А потом расскажу тебе. Типа, что следит, все знает, везде он работает по всем этим и следит за нами. И перебрасывает карму на наших зрителей. Но я ему написала, что всю его карму отдаю им и зрители отдают. И мы как раз и учим зрителей быть чистыми, чтобы вся карма моментально отправлялась к ним. Угу. Такие черные двигаются. И сквозь Илью вот так уходит вниз. А он смотрит как бы на себя. Это черное считывается двухмерное пространство. Оно идет оттуда. И кому принадлежат эти черные энергии? Приказываю хозяину этих энергий. Главному самому хозяину я приказываю проявиться. Появляется Вильзи Волл... А считается хозяин «пространства тьмы» Так и прозвучал. И такие жуткие энергии. Как будто он вампир, который пожирает все. сама он считывается как дьявольский сегмент и вот так идет как властелин власти как демон власти властелин власти и он многомерная сущность которые вот эта черная энергия это двухмерное пространство вот этот его дух дух вильзиола да он как-то вот разделяется на искусственные считывается как миражей а что это такое что это замер уже иллюзии политические убеждения или скрепы другими словами то есть заготовки сознания но чтобы стало понятно сейчас я скажу вот есть пространство и любой факт человек но мыслящий человек всегда хочет найти причину следствие и видит в комплексе ему не нужно рассказывать это хорошо это плохо он сам делает выводы вот эти это пространство вот этих убеждений это как заготовки готовые скрепы или ярлыки ну что такое так понятно виктория вот эти глаза которые вильзиола это он главный хозяин или кто-то еще есть ниже и я вижу что на физике вот илья говорит что это его то есть он говорит они сквозь его сердечную чакру вот так вылазит а илья выглядит уже по-другому ну вот эта борода она выросли рога почему-то и копыта он смотрит на руки на руках тоже копыта и хвост он как черта превратился так что это за трансформация почему он изменил эфирном пространстве сейчас я посмотрю идет постоянно вот этот как голос вот этот вот этот шарик из которого идет это как звуки такого как робота искусственный голос абсолютно искусственный рассчитывается потеря сознания человеческого сознания и вот так прямо идет скрепы то есть сплошные вот эти какие-то теряет свою человечность и взамен получает вот эти все импланты это да это скажем грубо говоря да да программа и то есть импланты скажем так которые ну да программа это убеждение а имплант это уже как взаимодействие убеждения с физическим телом то есть уже на проявление на физическом теле то есть как мы говорим эти блокировки которые с помощью дыхания как раз и убирается ну и проработки другими методами на теле хорошо виктори пока заморозь вильзивола да я приказываю или отвечать что он делает в пространстве ивана он говорит я прихожу к нему во снах я вижу как он кидает такие как копья стрелы и это отношение имеет вот он с этой стороны бросает а в секторе интерферентов вот это как город черный город этот как будто вершина города с такими шпилями так что это за город со шпилями виктория она так за знаешь как крышку люка отодвигаешь и такой звук металлический вижу что этот люк вот так отодвигается сверху на крышке этого люка вот этот шпили города этого внизу вот это она открывается и такой как ветер выходит вот это политическое мировоззрение или материалистическое мировоззрение то есть это убеждение что какой-то человек или политик может изменить ситуацию но он может изменить ситуацию но на какой-то период но в глобальном масштабе все изменения к реальному лучшему это все в руках первотворца и вот здесь отсутствуют как иконы первоисточника коны отсутствует вот этой системе мировоззрения эта система мировоззрения это как крышка вот эта крышка в ад скажем так то есть вот и я вижу как открывается эта крышка и это прозрачная как стеклянная прозрачная энергия выходит и закрывает такую же крышку здесь открылась там открылась в секторе первотворца в секторе духа так понятно ну грубо говоря как мне идет из библии как у библии написано что надежду все ложите на первотворца то есть не на человека потому что какой бы хороший человек не был он может сделать очень хорошо для всего народа но он умрет или его убьют а на его место придет кто-то другой и глобально это не изменит не ситуации хорошо это какая или я какие воздействия он делает в этом процессе воздействие я вижу что это одна конструкция она вот так сливается и единым таким потоком вот цепляется цепляется за вот эту палку какую-то которая между 6 и 7 чакрой она выглядит буквально знаешь что как вот эта перекладина на которую вот так поджимаются то есть иван хочет и вот так как бы поджаться и и выйти в верхнее пространство но он вот упирается водка на эту палку сейчас я рассмотрю с одной стороны вот а с правой стороны такая темная энергия и там такой шум как шум народа скала такая так он опирается а с левой стороны такое прозрачное вот это мировоззрение то есть он как бы хочет выйти за пределы этого этой конструкции он осознает уже да что надежды по ну а вот мне буквально не не ложите надежды на земной на царя земного вот так написано только на первотворца то есть он это уже осознает это озвучил и это происходит которая спроси у ивана если у него подписан на контракт с вильзеволом связаны с этим политическим мировоззрением сейчас вижу там где вот этот вильзевол она образовывается в такой шар как кармическая завязка надо посмотреть когда впервые это проявилось когда подцепился этот весь антимер с вильзеволом и со всеми остальными потому что весь его это как какая-то прокладка она еще туда ниже идет так то есть есть главное какая-то первопричина до виктория так понимаю сейчас еще хочу посмотреть я приказываю кто стоит за вильзеволом и мы приказываю проявиться рассчитывается самый главный проект порабощение слышу порабощение нации что такое нации я что за нации имеется ввиду виктория нация мне идет вот это как английский найти то есть это первопытный смысле не первобытный а как оригинальный исходный оригинальный и я вижу как уходит какой-то как энергия такая нежная вниз в секторе интерферента первобытный считывается так первобытный устав от смысле не тот первобытный это в смысле как у нас как это дикий да а первобытный это оттягивается что быть первым ну бытие первичное первичный до первичное бытие и я вижу как стоит какая-то огромная фигура в секторе миссии а это его а у него вот так где между 6 и 7 чакры вот как будто бы энергия вот так выдавилась и это вот его энергия такая лучистая и такая нежная она рассыпается как на искорке вот так и она туда уходит первобытный устав а устав что это за став что он содержит в себе этот устав когда ты говоришь идет отсыл вот сюда к сектору принятия решений и там такая черная энергия которую он хочет вот так вытолкнуть сектор интерферента там что-то вот черная которая к сектору магии как будто кто-то заляпал и не хочет чтобы это открылось вот эти черные глаза там контракт энергии вот так отодвигаются и там лежит такая большая книга так что это за книга вот со стороны там лицо его где первоисточник где сектор миссии будущего там вижу лицо вани и он вот так как-то пальцем держит так на этой книге палец его этот палец такие же энергии как вот этот какой-то паяц как будто такой как кукла набитая сеном было соломой вот этот палец у него вот такой и он держит на этой сияющей книге говорит что-то его миссия какая у него миссии спроси ивана он показывает как у он у этого визе булла который находится в секторе интерферентов буквально вот так как ему рот открывает как этот отодвигает эту крышку с этого адскую крышку адскую крышку через которые вот там проходит вот эта штука этот лучики его там его энергия находится да она находится вот там в нижних пространствах и она спрятана они еще там прячу так а что это за частица что за часть души какие свойства насчитывается первобытные устал так мы посмотрим этот контракт миссию где он по которому контракта он потерял этот устав пусть вами покажет что это за его решение соглашения я вижу что летят корабли но какие-то странные они как будто бы корабли но почему-то они летят по воздуху цепилины или а нет ну как обычные корабли на него так как-то летят может это так считывается у меня просто сейчас я посмотрю да идет война какая-то космическая война вижу ваню и он там берет вот так такая как это наверное ракета такую штуку длинную заряжает такая черная штука трубку помещает эту ракету вот я трубку не вижу я вижу только эту черную штуку которую он как бы задвигает куда-то и командует кто-то ему помогает в нем такие вот энергии черные а сейчас я увидела как он просыпает а то сна что ему снится это сейчас я посмотрю поближе что это я его спрошу и сейчас я вижу что он одет в такую сияющую одежду длинную как плащ такой с противоположной стороны такие ходят как большие сущности черные считывается почему-то идет недоразвитые недоразвитые цивилизации идет так то ли такой большой обезьян то ли динозавр то ли без хвоста вот как низи что-то вот такое как будто обезьяна но энергии такой а сейчас я поняла мне пришло вот эти почему лягушки считываются потому что квак они это символы лжи то есть это недоразвитая цивилизация которая используется ложь для прикрытия истинных мотивов вот поэтому вот это идет такой образ как совмещение то есть считывается эти днк энергии обезьяны и жабы и и внутри когда я как бы разложила это внутри там такое черное ядро ядро это дух визе гола противника бога и противника конов очень тяжелое черное ядро и сейчас иван показал свой большой палец на правой ноге как он как будто вот эта мочка такая но палец имеет такую странную форму большой да он больше всех и такой и он показывает что там такая как шарик черный зацепился что он зацепился за анти мир войне против несовершенства то есть как бы с этим анти миром который внутри себя в ядре имеет уже несовершенство несовершенный уклад система политическая то есть противящиеся к нам творца то есть идет на самом тонком уровне борьба совершенства с несовершенством то есть и он вот как выглядит как будто он в плаще длинном как мудрец какой-то так а где вот он зацепился за анти мир книгу пока что это за событие такое что это он показывает книгу и я вижу что из этой книги она вот так сияющая раз двигается так вся сияет и над книгой такое сияние как такие звездочки такие нежные мерцают такие же как эти лучи идут а внутри я вижу что там такая выемка такой шарик не хватает и такая светящаяся энергия выходит с таким шлейфом в сектор интерферентов а туда вкладывается вот это красно-коричневая энергия так что это так что это за красно-коричневая энергия она считывается программа подчинения или по-нашему рабские программы или жертвы рассчитывается как программа подчинения и фактически являются как глаз который внутри там спрятан и просматривает все пространство души потому что эта книга это считывается как душа его весь пройденный опыт от сотворения миров вот эта книга это и есть как душа давай посмотрим вот эта программа подчинения на физическом плане где этот момент когда она появилась в пространстве ивана пусть он покажет именно этот на момент на физическом плане что происходило я вижу что вот этот человек он как воин закладывает какое-то орудие готовит к выстрелу а в ответ ему прилетает такая штучка какая-то как соцепка и вот так с левой стороны там где сердце так что прилетает которые это вот это вот этот энергия да ну да и правильно этой энергии прилетают в ответ то есть идет взаимодействие но вот так как-то петля идет вот так зацепляет его через сердце так идет через сердце с одной стороны так прям слышу четвертая чакра как крючок и потом вы так продевает вот сюда устанавливает программа и выходит через вторую чакру так а почему через вторую чакру она выходит что это обозначает сейчас обозначает что она вот так знаешь не просто продела и вышла такая же она вот так там проходит это процессы да и она забирает там вот этот кружочек такой который энергию забирает про продвигать простота и это такой какой-то очень важный орган который считывается что преодолевает сопротивление вырабатывает силу и она вот так утаскивает туда его энергии и в этот момент я вижу вот идет такой рощерк пера в этой книге он подписывает контракт какой-то и вот это идет постоянно зацепился зацепился то есть на физике это было вот этот дональд трамп я тоже это помню потому что шло и очень сильная очень большая разница между между двумя персонами то есть выбор без выбора как говорится и вот и как бы персона трампа выглядела выигрышный перед персоной другого но это она этой в этом воплощении а в том воплощении я слышу почему-то отец это спросил они как это связано и вот этот выстрел с отцом в чем суть зацепки то есть она расскажет я вижу что во сне он видит отца это идет воздействие сейчас из этого в сон вот он гуляет а это как цельнозор прям так и звучит стрелами а в секторе интерферент а вот этот голос там такое пространство есть жижа такая что-то новое там как такая вот эта вода жижа там юрий есть он находится в пространстве его частицы души юрий это его отец и которые да он говорит а а мы вместе воевали он говорит вот это он этому человеку который как которому он вот берет вот эту ракету вот так как будто бы составляет она такая знаешь как пуля но на ракету не очень похожа похоже на такую такой огурец черный и вот говорит с кем-то кто стоит сзади него юрий светится весь тоже лицо такое как солнце светится а мы вместе пришли и говорит чтобы победить вместе они вместе пришли потому что вот это это как срабатывает вот у нее его сон зацепки так работает это автоматические программы так работают что как будто бы через своих идет нападение и и его это будоражит он это думает об этом а где задаем вопрос там и отвечаем то есть получаем ответ он задает вопрос почему это папа в меня стреляет и таким образом разворачивается весь сюжет то есть вот этот сон его сон это как вижу как одна такая капелька вот он показывает эта капелька на конце его большого пальца правого которая за раскручивает весь так что же такого сделали они да что в ответ подписан был контракт то есть где главная зацепка я вижу он вот так что-то отдает он у него такое как будто кольцо такое вот такое такое большое и он вот так как бы из себя вынимает его как такой плоский диск но внутри пустота ну вот такой как кольцо плоская такое как кольца и он вот так отдает это кольцо в секторе интерферентов и они его едят то есть он отдает свою силу считывается мужество на основании вот этого какого-то контракта а берет свое сердце вот этот шар эти программы жертвы вот сюда сердечную чакру и это вот эта книга с этим шаром внутри хорошо которые давай посмотрим контракт я приказываю второй стороне этого контракта приказываю проявиться о как будто бы из пепла отрушивает крылья встает люцифер так и за прозвучал считывается как ангел мести вот там внизу в секторе интерферента понятно он говорит вот этот люцифер что юрий и ивана зацепили его мир его мировоззрение но я его там закрывая потому что он закрывается так как каким образом они зацепили мир люцифера я вижу что ваня держит в руках такую эту крышку черную вот этот антимир это знаешь как эта оболочка и он показывает что это имеет отношение к этому материалистического политическому мировоззрению вот это как будто планета такая она двинулась черная это пространство это вселенная а он подходит и вот так ну просто за крышку как будто бы и приоткрывает а там внутри свет так что там за свет который через свет там такие блики и он туда проникает а там такое все искусственное знаешь как будто много граней и они так блестят то есть эта программа показывать себя с лучшей стороны лгать о себе спасибо не зачем он зацепил эту крышку с какой целью я вижу вот так высоко высоко в секторе первого творца он с отцом с юрия они вдвоем стоят они как будто два ангела в таких одеждах длинных но с такими мечами они очень сильные и они вот так стоят и я извиняюсь за выражение но я вижу их мужскую силу которая из-под одежды выпирает она там прямо знаешь то есть акцент на этом значит возбуждены да да то есть они готовы полны сил скажем так и эрагированы чтобы пойти и готовы убить этого собрать ну как бы победить сопротивление они стоят вот так и головы как бы чуть-чуть на то есть они дают не слышу предпочтение коном святого мира они идут чтобы защитить святой мир так какой у них был план у юрия и вани я вижу он в эту карту разворачивает и там такая как зигзагообразная как какое-то кольцо такое зигзагообразное в начале этот зигзаг такой плотный черный когда я в него посмотрела то я вижу что там стоит человек на колени но от преклонил колено одно и считывается посвящение кто это принял посвящение который что информация сейчас я посмотрю что это а потом это зигзагообразные как дуга такая как круг но все зигзагами идет она все светлее 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 и заходит в ту же точку откуда и вышло я вижу что это она вот так идет как портал в сектор интерферента считывается поглощение души и они оба говорят в том пространстве что мы оба пропали я вижу что они попали вот так как этот цельнозор в таком шарики я вижу что они закрыты в этом шарике вот это коричневый такой шарик с такими вот такими штуками и я вижу что они а этот шарик это как глаз вот этого чудища ведь сивола и они внутри этого глаза стоят и такое вот этот луч идет это не пропали мировоззрение то есть они вот как бы попали в глаз этому визе вулу а когда я смотрю вот это идет от первоисточника и считывается мира вас мир его зрение мировоззрение да а так они как бы принесли с собой вот эту энергию чистых конов вот это мировоззрение совершенного пиро член за мир о любви но когда любишь никому от зла не причинишь также это точно так и вот эта частица попала в этот глаз мировоззрение вели вулу а и она там используется эта частица на до используется и вот он показывает как он вот это берет свой этот ну так и звучит пенис и вот так показывает этот весь его использует энергию вани и юрия тоже ясно викторию вот я вижу там в пространстве вижу как считывается 1 5 вот так такой как шпиль а на пояснице вот он висит руками вот так назад головой назад его как мы бродили вот так вот ноги вот сюда и и он так на этом как на копье повесит так виктория вот было какое-то посвящение где он преклонял колено что это за посвящением было хочу посмотреть тот момент что произошло когда его вот это вот так он не то что прокололи как будто бы он на спине вот так эти пояснице вот так его на он висит на таком просто малышки не понял посмотри викторию так я слышу громкие шаги и такое эхо идет как по это большое здание пустое идет какой-то одет странно человек считывается рыцарь и я вижу он такой большой большой я ему приказываю занятие но он надулся поэтому он пытается показать мне какой он большой и как начал раздуваться прям прозрачный становится и я вижу что он такой показался таким большим и такой маленький светящийся человечек как будто бы целует ему плащ черный а этот светящийся человечек это вот ваня есть так и звучит показывает что он оттуда пришел с верхних совершенных миров так а вот этот но на этот момент хватается за поясницу он пришел для этого считывается исконная миссия так а что это за что он поцеловал плащ что это за посвящение я вижу как этот человек ему так пах ударил по левому плечу огромный мечом таки широкий ну так сверху положим так кто это положил меч и мы приказываю проявиться в соответствии физическом днк на момент когда он положил меч рассчитывается что посещение и 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 появляется какой-то король этот человек у него такие лавры на голове так этот кто меч ложит это есть этот король да и он так правую ногу на левом колене держит и как-то вот так странновато себя ведет так я этому королю приказываю отвечать кто он так пусть назовется он говорит говорит что он юрий 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 цезарь так и что мисс к чему они договорились при этом посвящении они подписывают контракт этот юрий юрий он считывается что вышел из низа он посредник а он в роли предателя так и звучит в роли предатель ваня в роли подчиненного и это имеет вот отношение я вижу как эта программа как черная рука он раз в эту поясница это как остов он как бы склонила свое то есть я вижу вот так вот там он принял решение поклониться этому дьяволу то есть принять на себя вот этот как бы удар и выполнить эту черную миссию вот он берет в результате этого показывает вот этот шар в сердце это виктория кто показывает этот отец юрий нет иван иван это вот петля когда пошла остался вот этот шарик шар в сердце а дальше вот это ну как бы это объясните это все вижу но не знаю как объяснить она вот вкладывается как какие-то конструкция друг друга сей шарик он вкладывается в этот это как идет как кольца сатурна планета вокруг кольцо в какой момент был подписан контракт в момент вот посещения когда этот штукнул его мечом хорошо давай посмотрим на этот контракт на что иван согласился я слышу что он как будто бы целует что-то то ли крест черный то ли меч то ли меч в виде креста и он что-то шепчет как то ли какая-то клятва то ли молитва и он вот так повернулся я вижу что это ему стало как программа вот секторе программ программ программное обеспечивание то есть это стало работать ему как программа вот это постоянно идет посвящение в иисуиты ясно так что еще плюс шло при посвящении на что он согласился он отдает говорит живую силу и снова вот этот огромный диск такой отдает вижу что в результате этого получается у него как блок имплант в области поясницы это как напоминание генетическая память через тело говорит реагирует как бы выходит наружу этот имплант рассчитывается как боль предательство он говорит держится вот так за спину и говорит боль предательство вот он предал тогда конной жизни и буквально как будто бы берет на себя вот эти черные энергии законы смерти и это вот этот имплант который я вначале видела вот тогда он образовался вот эта пленка вот этого материалистического мировоззрения так ясно так все ли мы в этом контракте увеличили виктория посмотри да он говорит мы поменялись и он показывает что в результате этого контракта он стал как буквально звучит как зеницей класса этого зимула в пространстве этого антимира понятно а вот эта черная энергия она вот проникла и в сегодняшний ему воплощение он показывает что это те глаза которые в его пространстве чужеродное находятся он говорит дефективный обмен это тот обмен который способствовал его дефекту в его пространстве вот и вот эта книга как хлопок захлопывается да это я вижу но просматриваю она так сразу и прошлое будущее все вместе он захлопывает эту книгу и отдает тот шар который внутри этой книги и эта книга очищается то есть он возвращает своей миссию он выполняет хорошо видит иван все это контракт последствия его миссию да он видит и вот это его пространство которое как поддета вот тут он берет вот эту иглу и я ему передаю чтобы он приказал пусть этот взяву и я в этом воплощении моно пусть забирают их руками и получают карму спал на пусть приказывает каждому насильнику забирать их не все воздействия последствия воздействия пусть он кажется принимать это посвящение разорвет контракт и все насильникам вильзи вулу тоже прикажет забирать все их не воздействие и последствия воздействий отдают к в этот момент я вижу что он очень сильно был завязан с отцом и вот этот юлий цезарь юрий 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 он как юрий считывает он вот так ваню как хлопнул но уже по правому плечу другой из поблагодарил он сказал благодарю сын и это черная энергия потянулась за ним а он так обернулся и как будто язык показал и этот черный язык отвалился но и она как ангел полетел я ему передаю информацию чтобы возвращался и он летит туда в сектор первоисточника а а ваня вытаскивает из его вот отсюда этот как холл такой огромный вижу как это искусственное образование сердце выходит и этот имплант он вот так как будто бы снимает такое какое-то конструкцию как будто бы его вот считывается как чресло ну я не знаю как бы это сказать но есть деткам одевают но деток садят в такие штучки чтобы они типа учились ходить и не как в трусиках таких висят и он такую похожую штуковину вот просто себя снимает этот имплант он снимается ему говорю чтобы он отправлялся в портал и вот эта черная пулька как кармическая ответственность и завязка с большого пальца правой ноги уходит я вижу он разворачивается вот так сторону и вот так рощерком пера светящимися буквами пишет и вот так выбрасывает расторгает контракты я ему передаю чтобы он вернул все частицы его божественной души а через фильтр пусть он пропустит все эти энергии свои частички души потенциал пусть возвращает он это делает я вижу что сейчас он как будто бы разделился на двое вот так по по верхушке головы вот так как это те тиара у 1 этого папы римского вот так вот расходится и у него вот так пространство его раз разошлось и я спрашиваю что это он говорит что он забыл своих предков так что это за момент зацепка когда он забыл своих предков где зацепка этого события я вижу что когда он попадает как в глаз этому визи волу то захлопывается эта крышка над ним сейчас я посмотрю а цикл перерождений я ему передаю информацию и говорю что он может отказаться от этой забывчивости вспомнить какие-то энергии визи вола и идут вот так как будто перелистываются в его пространстве такие как будто круглая какая-то книга и листы я там вижу что вот эти циклы перерождений там много-много политических устройств и я ему передаю что он может посмотреть на каждую свою жизнь и проанализировать и посмотреть есть ли там рациональное зерно или все-таки все человеческие управленческие системы дефектные и требуют замены и исправления посмотрел говорит ничего нет они вот так пролистались и получился такой как земной шар он и он с ногами стал на землю и вот так вышел как будто за атмосферу голова его уже в таком о пятом измерений он говорит что не нашел никого пусть тогда прикажет это мы визе волопусть визе вол заберет все его политические игры политические мировоззрения все воздействия на наши иконы на нашего на наше человеческое сознание на наш мир священный пусть видевал забирается его же руками и карма им отдаем за это я вижу что у него на где 7 чакра такой черный как пирамидка черная пирамидка не образует такую это черная пирамидка как такие стороны сектор магии сектор интерферентов образует и получается что все тело стоит внутри этой пирамиды а когда он в так смотрит руки вытаскивает то вот эти как ткань прозрачная начинает и он внутри этого ему передаю чтобы он просыпался и во главе любого мировоззрения чистого и праведного должны стоять коны любви иконы жизни высшие ценности вселенной священной вселенной иконы жизни я вижу что он просыпается нам на физике прямо как будто проснулся глаза потирает воду попил и стаскивает себя как будто бы такой серый костюмчик я сейчас хочу посмотреть что же это такое посмотрю что это за костюмчик он ищет я вижу что сон и он ищет он говорит я потерял он ищет 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 там 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 говорит я потерял то что он потерял спроси у него так слова слышу диффузия то есть распыление и соединение одно с другим и протягивает как будто руку это черное черное пространство и там такой какой-то он говорит мой лоб мой лоб что это за лоб за что он отвечает он говорит осмысливать но во сне человек осмысливает и раскладывает образно говоря по полочкам все из соединяет все в единую логическую цепочку так работает сознание а он где-то что-то потерял так давай посмотрим тот момент когда он потерял вот этот лоб что это за событие пусть пока что происходило в этот момент на физическом плане он показывает что он такой большой идет как какой-то слышу как легион какой-то легионер у него такое как какой-то то ли плащ то ли что-то развивается такая длинная одежда сандалиях идет и по полю и сеет но сеть почему-то зубы по черному полю идет и все таких такие зубы человеческие сияющие так спросил они зачем он это делает он говорит что он потерял способность перешевывать перри осмысливать делать оценку так и буквально он как будто бы вот из внутри стучит вот так к своему рациональному а вао рациональное это рациональная как бы потеряла эту возможность эту способность и звучит как такой вот этот панцирь ну такой красно-коричневый с такими пупырышками как металлический как изнутри вот так он стучит и она такой звук издает вот с левой стороны эта программа такая считывается как пустозвон это как будто горох какой-то или что-то вот так внутри перекатывать а толку никакого и это связано снова с этим посвящением вероятно потому что появляется этот юрий юлей сейчас я и он тянется к этому там у него у этого юлия на груди как звездочка какая-то много такая много там пучка как значок какой-то говорит символ власти символ власти вильзевола так этот символ находится у кого виктория у юлия сейчас я спрошу юлия сидит там на на троне у него это звездочка а он вот так понять тянется к этой звездочке и говорит этому юлию что он дал ему погребение и и вижу как в секторе интерферентов он находится такое как знаешь как рисует такие привидения как будто лежит в гробу и так медленно встает бесплодная да как будто да да сейчас я посмотрю может кто это посмотрим так это вижу вот так происходит гроб лежит человек гробу а ваня приходит и вот так поцелова так гробу так я понимаю это юлей то есть юрий отец воплощение возможно в этом воплощении притянулась на тот поцелуй этого плаща который там и я сейчас говорю с ваней что чтобы он поднимался высокие пространство и я смотрю как бесплодный юрий юлий юлий так и звучит он вот так как-то тянется к левой стороне какая-то часть его осталось в пространстве нужно отправить высокие пространства он там зацепленный ногами зацепился его там держит какой-то черной конструкции так когда я смотрю на эту черную конструкцию насчитывается тьява так найдем ничего не найдем просто ему передать и вот же что то есть и давай хорошо передаем чтобы он выбрал лист передай 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 юрию наши алгоритмы освобождения для ушедших передай ему что иван отменил свое решение проходить это посвящение хочет вернуться вот он показывает что он хочет вернуться в тот момент когда они обошли на эту черную миссию он хочет вернуться туда я ему передаю что это его воля никто не имеет права чтобы он сейчас насчет 3 что ты посчитаешь опыт ключ к ко второй чакре и ваня пусть выталкивает и отрезает отрывает выталкивает все подключки к этому юлию юрию а он пусть забирает все его энергии уходит закрывает захлопывает этот портал хорошо викторию я почти от 1 до 3 и к этому моменту то что ты скажем все это произойдет 123 вот она что и я вижу как с этого пол вот ваня держит этот портал его вот так закрывает с этого портала с этой крышки вылетает этот юрий уходит вверх и там верху закрывается этот тоже этот портал я ему передаю чтобы он забирал все его частицы со всех материальных мест и уходил самое светлое пространство и он уходит и снимает из его груди вот эту многоконечную звезду с таким черным шлейфом и уходит я говорю вани чтобы он его не как бы просыпается и снимает вот эти ходунки выбрасывает в портал сам поднимается вверх я вижу у него голова была как бы только в одном измерении а сейчас он выходит вверх и его энергосфера правильной формы но снова на его пальцах вижу вот эту искусственную штуковину он как будто бы эта шкура прозрачная как повисло на нем сейчас я ему передаю что его рациональная часть хочет отказаться от этих политиков и хочет жить по конам вселенной первого творца по конам любви я вижу как он вот так эту она такая знаешь как медуза эта пленка он снимает я ему передаю чтобы самые высокие пространства любви поднимался и снимал вот эту энергию агрессии энергию этого всего пусть отдает это все и карму отдает и в этот момент я вижу как эти черные глаза через сектор магии через зелью выходят с его пространство я ему приду чтобы он вы вычищал зачищал все изъяны в его пространстве выталкивал приказывал забирать вместе с кармой и я вижу как вот эти энергии их хватаются за эту палку которая вот у него вот это была она как бы продевала и она отваливается и ваня взлетает как ангел вверх а это все вот так рушится как будто в пропасть я передаю вани чтобы он закрывал все портала эти все воздействия в сеть интриги игры отправлял на полную утилизацию на аннигиляцию пусть стирая стирается всех информационных полей все эти чужеродные энергии вот это снова как будто черкнул спичкой он сжигает это буквально все и и поворачивается вверх и вытаскивает вот эту подключку к позвоночнику я ему говорю чтобы он восстановил деятельность всех его энергосистем и выталкивал эту подключку забирал все его частицы души со всех тех мест и вот это пространство вильзевула где он это был пусть карму отдает все карма дает это мы вильзевула за все воздействия и дай чтобы он это противодействие на действие убирал всего сознания потому что если есть агрессия есть и ответная агрессия нет пусть нужно убрать агрессора пусть он разрывает эту связь между агрессором насильником и жертвой и в этот момент я вижу как его вот это пространство как разделенное было вот так только на ногах держалась разделенной она начинает вот так с расстаться пусть вами восстанавливает программы исконные первотворца жизни гармонии совершенствования забирает свои зубы которые он раскидывал восстанавливает возвращает лоб да все свои силы весь свой потенциал очищает и возвращает и пусть возвратить свою генетическую память и память вообще да сейчас он буквально как будто бы родился как будто бы маленький ребенок к который вот сидит и считывается что вселенная его кормит то есть он начинает осознавать по-новому потому что по конам вселенной никто не имеет права ни на кого нападать никого не нужно тогда будет защищать если не будет агрессора не будет и ответной реакции да то есть вместо того чтобы осуждать кого-то оправдывать просто нужно защищать кон и жизни и вот он был ребенком и сейчас он вот встает и говорит что он встает мужем мужественным а вот она муж это мужественный я вижу как он встает и у него такой этот белый плащ и он его снимает от шеи как будто это он как кольцо был вот и он его снимает выбрасывает в портал и весь светящийся подпрыгнул и полетел в шарике здорово да и он такой сияет таким золотым цветом прям искрится так я ему говорю чтобы он эту всю штуку отправлял портал на утилизацию снова и отжигает на пепел все чужеродное пусть на аннигиляцию отправляет хорошо пусть он восстанавливает память своих предков свой род восстановит свою связь с родом восстановит очистит это всю связь делает принесет гармония на все свои отношения он вот так как я говорю руки в руки мы прощаемся он благодарит нас вот я стою ты стоишь и он вот так руки в руки по почему-то мы всегда вот так вот он держит свои руки а я его руки взяла в свои руки а потом он тоже самое сделал с твоими руками так расскажи ему что рациональная часть его хотел еще чтоб он почистил все свои летательные аппараты свое имущество если он это сделает а сейчас мы идем и он мне показывает его этот вертолетик и он показывает вот там есть какая-то такая как крышечка такая квадратная этого так где этот сбоку чуть чуть ниже там есть он говорит дефект так что это за механизм вот этот который имеет дефект как он называется в инженерным название это в моторе вот так она почему-то по-английски звучит как рассказал и инженер что-то верно то есть что это за деталь за что он отвечает виктория сейчас я посмотрю сейчас потому что я обратила внимание что подключка идет из сектора интерферента шлейф такой тянется а там черная как точечка такая считывается неисправность в кузове в кузове а что такое кузов верхняя какая-то часть оболочка как бы так но в принципе не имею таких конструктивных сейчас рассматривая потому что вот это считывается как кузов квадратная такая она чуть-чуть выпуклая по моему так вот с такими округленными а какими-то как крышечка какая-то она закрыта а вот внутри там какая-то конструкция как мотор так куда это просто энергия вот так идет черная показывает это убрать я сейчас посмотрю кто это посмел кто интерферент чьей-то энергии и приказываем проявиться так я вижу он летит вверху внизу кто-то стоит и вот так смотрит в небо рассчитывается случайной прохожий у него вот эти энергии зависти и он подключен к этому весь зеволу тоже то есть эта работа матрицы хорошо пусть ваня прикажет этом виде волу убрать его имущество вани все воздействие все темной энергии вильзивула пусть вильзивул забирает своими руками он вот так буквально вперед и вот так все заталкивает и снова появляется этот черный шар который был в начале он все вот это так отдал как провод какой-то вырывает с этой машины она так имеет вид но как будто бы это от компьютера знаешь такие есть проводочки и так тык в компьютер коннектор там какой-то да да и ваня это вышвырнул а она как-то связано было с этим лопастями которые и энергия из лопастей тоже это черное уходит и он этот вертолетик свой вот поднимает в сектор первотворца я ему передаю чтобы он запретил вторжение его пространстве я вижу как этого человека просто кольнула в глаз эти энергии ему вернулись карму никто не отменял и сейчас ваня затаптывает это энергии и я вижу как этот черный шарик с его ноги уходит то есть этот человек притянулся на этот черный шарик то есть на кармическую привязку все уходит и ваня показывает и он вот так показывает а у него руки и ноги и все имеет вот ведь шара то есть совершенно хорошо хорошо поднимаемся все вместе максимально вверх посмотри на ивана как он выглядит энергосфера плотная сияет снизу сияет таким белым свечением а там где голова каким-то еще есть свечение считывается медное сейчас я посмотрю что это вот это снова медь проявилась вот эта скорлупа которая бом-бом-бом считывается недопонимание функционирование процессов возрождения мира очень интересно что это за процессы виктория сейчас я посмотрю я слышу уничтожение вот так идет как черную энергию вот так кто-то давит аж слышу нужно убить чтобы возродить и вот так как руки огромные давит эту черную энергию а с этой энергии выдавливается как новый цветок слышу погасить агрессию то есть это тот метод погасить агрессии и есть гармоничный поконам первотворца до который нужен до возрождения ну это буквально как вот сыр нужно чтобы его добыть то его нужно подавить чтобы с него сыворотка вышла например там из молока на с молока то есть взбить выдавить так сейчас я вижу идет эту притчу которая записана в библии вот первый раз из нового завета что пришло буквально вижу как будто бы одежда иисуса и он показывает на его одежде такая заплатка точно такая же как это на этом вертолете было такой квадратик закругленными этими и он рассказывает что к с новой одежде не к старой одежде новую заплатку не пришивают то есть нужно старой одежде пришить старую заплатку потому что новой новая ткань сбежится когда постираешь и дырка будет еще больше я слышу нужна замена а в старые бурдюки новое игривое вино не вливает потому что и бурдюки порвется и вино из я вот так слышу замена замена власти замена власти и вот идет как давление такое найти черные энергии визе вулла уничтожение власти рисовала вот пришло полностью то есть не реконструировать а полностью уничтожить и снова я слышу подавить агрессора какие методы подавления нужны человеческие так и что на примере как я слышу яд противоядие я вижу вот это оружие вот эти штыки которые я вот торчали с этой антимира а сектора первотворца идут такие же только светящиеся я не знаю что ты спрашиваешь я вижу в общем истина любовь гармония свет то что это наши методы сила против силы и буквально вижу как противоборство каких-то как будто бы два человека борются один черный а другой светлый такой и один вот этот черный нападает за шею хватает этого а этот его раз и на лопатки ложит вот точно так же как лежал на этом колышки ваня его там кинули точно так же то есть я слышу сила действия и противодействия то есть теми же методами которыми нападает агрессор то есть ну человеческими методами нельзя сидеть и рассказывать когда пришел вор воровать ему вот показывать буквально вижу заходит кто-то ему там лекции о любви читать потому что в нем совести нет к чему его призывать какой любви если пришел вор убивать то она даже по законам человеческим хозяин имеет право убить вора если не будет убийцы не будет того кто будет его выгонять прогонять убивать логика просто железная тоже здесь же программы как работает обвинить жертву понимаешь они агрессор ну агрессор же виноват по конам вселенной по конам справедливости тот кто пришел воровать это вор кто пришел убивать тот убийца то есть нужно направлять чтобы не было сотворить мир в котором бы не было ни воров ни убийц не лгунов это божественные то есть у нас должно быть мировоззрение что должен быть мир где не будет агрессора они мир в котором обвинять жертв в мире как раз сейчас таки есть вот во многих культурах религиях как говорится разрешено угнетать женщину и это оправдывается но по конам вселенной это нельзя оправдать насильника и агрессора никакими обоснованиями вот это для меня еще сложно отдавать карму этого насилия человек который весь в программ анти мира он же не может отдать насилие по конам вселенной опять будет начинаться эти зацепки не будет потому что если контракты расторгнуты весь фокус контрактах потому что по контрактам человек идет по кругу по кругу по кругу по кругу и по кругу если разорвать контракт она все начинает выстраиваться по конам вселенной он не будет уже завязан в этих акции перевоплощений то есть вот это потому что каждое перевоплощение идет снова какой-то договор снова типа ну не зря прозвучало акции прямо вижу какие-то идут типа переговоры на какие-то уступки идут друг другу то есть это бесконечная история то есть нужно просто отрубить этот мир который управляется вот ведь вот этим существом не то жаба не то обезьяна то есть которая показывает несовершенство системы управления человеком вообще не единой человеческой политической структуры или власти так сказать системы на земле сейчас нет совершенно и справедливой все имеет ну как бы изъяны и как раз вот агрессор был наточен на ту вот как удар и кролик удав гипнотизирует кролика типа ты виноват иди сам мне впасть и мы видим что войнах то же самое происходит и на уровне двух человек например агрессор и жертва то есть как агрессор муж ведет себя по отношению к жертве жене он те же самые приемы делают и государства на уровне государств то есть он пытается оболгать жену побить ее убрать и от ее пространство ее друзей то есть чтобы ей никто не помог оболгать и так дальше и бьет 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 пока не убьет то есть если ее никто извне не защитит то он ее убьет и его еще и оправдают это работа система точно так же и работают вот эти государства одни построены по принципу в которых есть больше принципов справедливости а другие по принципу вот этих первобытных обществ которые договариваться не умеют а только нападать и отбирать и убивать то есть то же самое то есть если не не будет извне никакой поддержки стране жертве то этот монстр не насытится и будет поглощать все больше и больше других стран это логично если у такого агрессора мужа у него может быть пять жен которые все умерли он их всех поубивал или что-то с ними сделал до тех пор пока его там не посадят или в дурдом или в тюрьму ясно агрессора надо остановить то его нужно остановить потому что это он репрезентует вот эти программы антимира он как раковая опухоль распространяется этой днем заложено это в программе он сама сам в себе ничего не может нового сотворить потому что энергии жизни нет и держится только на тех энергиях которые отдают живые существа живыми душами творческий потенциал и в этот момент я вижу как ваня оторвал от со второй чакры такое колечко как швыра ну его прочь и полетел я говорю чтобы он восстановил его здоровье все на всех уровнях сознания физического воплощенного тела чтобы он каждую клеточку его организма наполнил светом гармонии здоровьем и вижу как между 6 и 7 чакры вот как такой блок как камень уходит рассчитывается неразбериха то есть замешательство это как раз и есть вавилон или замешательство когда человека погружает в такую ситуацию где он не может разобраться человек не может разобраться где правда где ложь правда только в одном то есть вот есть кон и вселенной он и любви не убей не ограбь не оболгай и так дальше и все больше ничего а все остальное это демагогия слова демон и бог и магог то есть воевать хорошо виктором пусть иван еще раз просмотрит свои все свои клеточки простота позвоночник пусть все свои клеточки структуру приведет соответствии со своим эфирным эталонным днк пусть она сделает запрограммировать на полное выздоровление на омоложение на жизнь и гармония радости счастья пусть он это сделает я вижу что вот эти зубы которые он по рассыпал они ниточками вот так тянутся через черное пространство к первоисточку он их собирает и зубы возвращаются и он выталкивает как черные вот такие тоже как огурчики черные семечки такие считывается семена дьявола семена вот это по смерти скажем так чужеродная аннигиляция он выходит как по ступенькам вверх я ему передай чтобы он вот информацию вперед чтобы расторгал все контракты все соглашения он чистая священная душа и вот он возвращается он возвращается вот туда в то место откуда он выше юлия уже там нет и он он при при что-то приволок просто протащил сейчас я рассмотрю что это еще посмотри а он притащил такого вот человека который там был в его программе как соломой набитый такой и вот такой же человек полудохлый как будто бы ну каких это кукла какая-то руки вот так сложены в одну сторону ноги в другую и он вот так поделен левая сторона вся белая гипнотическая а белая агрессивная красная так и считывается агрессия и он эту штуку приволок а сам сияет весь сейчас я посмотрю что это и он на эту штуку посадил так как она тут у него сидела так и я вижу что она вот так образовался такой диаметр это как шар так с такими гранями это опыт он говорит жизненный опыт и он в этом все и с этого жизненного опыта он вот так берет такие маленькие шарики красный белый красный белый вот таких раз раскладывает и все они вот так покатились потому что там так тоже шар такой куда он положил и они все катятся в сектор интерферентов и когда они скатились то из сектора интерферентов вырастает такое дерево как цветок вот так так фрактал то красиво вырастает такое дерево и она так раз как живое ножки оторвались от сектора интерферентов и она расцвело в секторе считывается первобытность он вернул свою первобытность то есть он обрел опыт преодоления вот этих всех препятствий и вот эта первобытность вернулась она считывается первобытность целесообразность целостность гармонии но она уже имеет где-то далеко в своей памяти вот этот опыт борьбы распознавания добра и зла потому что нельзя но проблема всех светлых душ в том что они всех меряют по себе и когда на них идут с оружием они идут с любовью их просто убивают убивали это было до этого времени а сейчас уже пришли до того времени пока когда уже нужно назвать вещи своими именами то есть обрели опыт набрались этого и как к злодею обращаться нужно как злодею а к доброму по-доброму то есть адекватное отношение должно быть почему женщины терпят насильников потому что насильник ищет жертву доброго человека женщину с добрым сердцем она всех меряет по себе она никому не может причинить зла и она не может понять и она ищет оправдание почему уж такой хам вместо того чтобы его отсечь выбросить и и и вообще ну это пример хорошо виктор еще один вопрос давай посмотрим посмотри остались ли у вани причины в пояснице более он говорил три месяца него уже болит это был вот это он этот имплант он как будто бы был насчитывается распят он как будто висел на этом пике и он это убрал хорошо пусть это все место за лечит восстановит наполнит энергии жизни и гармонии я вижу что этот момент появился где он вот это предмет такой как огурец черный длинный как бомба какая-то он так вот просто в это пространство выдвинул в черное это было это бомба была в его светлом пространстве да и он ее просто отдал обратно агрессору хорошо вернулась его как эта энергия считывается разбирательство вот он искал искал не мог никак это вернулась энергия а этот вавилон это ушло до замешательства так первобытный устав вани вот это он есть восстановила восстановил это вот цветок который растет отлично хорошо виктори спроси у ивана все ли мы сделали для него на этом сеансе да хорошо благодарим его если он хочет пусть этот об этом сеансе свой опыт оставит туда где хочет может в общем пространстве да он оставляет это буквально как снимает этот плащ который у него был эту звезду вот так раздваивает эту петлю и взлетает как ангел передают информацию он говорит освобождение говорит освобождение от оков предателя и уходят все эти энергии он вверх поднимается и сейчас я вижу его энергосфера еще больше увеличилась плотная правильной формы все хорошо видела когда ничего просто не было ну конечно все по-серьезному кармической с отцом завязочки не поверишь такого поворота я не ожидал вот вот меня вот наверное ну с полгода месяцев 7 вот вот то что о чем я сегодня говорил об этой всей политике все дела меня просто у меня мозг горел думаю ну что мозг горит ну надо же озвучить почему он горит но вот теперь я понял да интересно горел ничего плохого в наше сейчас не переносим да это точно векуль ты как всегда ты как всегда старался за всех сил я я в восторге я тебе скажу с тобой было очень легко полное доверие полное доверие я дышал я требовал я так орал что жгул несколько раз вот что хотите повоевать я вам повоюю еще посмотрим кто кого ну вот тебе вот они получили а джень очень интересно вел викторию по всем этим лабиринтам очень интересно то есть я бы не сказал это твой прогресс просто это думаю что мое высшее я уже ведет слова просто выхватывает то есть он уже только я приблизилась к этому а он уже там уже мне говорит но я же не могу его перебивать я в восторге благодарю тебя за твою работу и заметил мы с тобой уже раза четыре работали вот то кто-то не смог с викторией тогда работать ты за меня вступился вот и вот вот ты понимаешь у нас все вот вот между нами тремя крутится я уже это заметил много раз я так думаю ну ладно слушай значит так тому и быть а ты смотри-ка ничего просто так не происходит обалдеть и и и Продолжение следует...